Наркотики почты и жители областного центра задержали наркополицейские и сотрудники региональной ФСБ. Алексей Альмухаметов получил почтовое отправление с запрещенными веществами. Взяли молодого человека прямо в подъезде дома, где он проживал. У подозреваемого обнаружено и изъято почтовое отправление из Нидерландов. В нем было 11 таблеток голубого цвета. Экспертиза показала, что это экстази. Альмухаметов пояснил, что сам является потребителем наркотиков и данные таблетки заказал по интернету для личного потребления. Сейчас он под подпиской о невыезде. Дома у него нашли еще и шкаф с оборудованием для выращивания конопли, а также 200 граммов марихуаны. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф. Антона Струкова будут судить. Бывший глава Кижача обвиняется в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, деятельность ряда предприятий зависела от ежемесячного денежного вознаграждения за покровительство. Другими словами, Струков давал понять, нужно делиться. Общий размер взяток превышает 900 тысяч рублей. В сентябре 2013 года обвиняемого, находившегося по домашним арестам, временно отстранили от занимаемой должности. А в октябре Струков досрочно сложил себя полномочия главы города. Следствие проходило в сложных условиях. Сначала Струков намеревался заключить досудебное соглашение, но в последующем отказался от дачи подробных показаний. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Виноваты дорожные работы. На федеральной трассе М7 в Граховецком районе погиб водитель «Опеля Астра». Сначала легковушка врезалась в металлическое ограждение, разделяющее встречные потоки движения, а затем ударилась о КАМАЗ, производящий дорожные работы. В результате ДТП водитель автомобиля «Опеля Астра» 79 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Футболисты Владимирского торпеда в Твери обыграли местный клуб «Волга» со счетом 2-0. На первый удар со средней дистанции решился Максим Зимарев. Голкипер-хозяев Андрей Евдохин среагировал на полет мяча, но тот коварным образом проскочил в сетку ворот. Далее хозяева встречи пытались сравнять счет, но автором второго гола вновь стал Максим Зимарев, который перехитрил Андрея Евдохина ударом со штрафного. Таким образом, черно-белые снова на третьей строчке турнирной таблицы.